Здравствуйте! Мы знаем, что такое алгоритм, как его записать, но еще не знаем, какие алгоритмы бывают. А их на самом деле несколько видов. И сегодня мы познакомимся с самым простым видом алгоритмов — линейным. Часто в нашей жизни мы встречаем набор команд, которые просто надо выполнить. Команды эти идут друг за другом. Например, чтобы собрать кораблик из бумаги, мы должны выполнить команды из инструкции друг за другом, не отклоняясь. Иначе у нас может не получиться корабликом. То есть, если мы с вами видим набор команд, которые надо выполнить последовательно, такой набор команд называется линейным алгоритмом. Линейный алгоритм — это последовательность команд, которая выполняется в порядке записи и всего один раз. Давайте рассмотрим линейный алгоритм на примере построения квадрата со стороной 5 см. Первое действие. Двигаем карандаш вправо на 5 см. Второе действие. Повернуть линейку на 90 градусов по часовой стрелке. Третье действие. Двигаем карандаш вниз на 5 см. Четвертое действие. Повернуть линейку на 90 градусов по часовой стрелке. Пятое действие. Двигаем карандаш влево на 5 см. Шестое действие. Повернуть линейку на 90 градусов по часовой стрелке. Седьмое действие. Двигаем линейку вверх на 5 см. Перед нами линейный алгоритм, записанный на естественном языке, выполняя который мы сможем нарисовать квадрат. Рассмотрим тот же алгоритм, записанный в виде блок-схем. Начало алгоритма обозначается эллипсом. Далее семь действий, соответственно, семь прямоугольников. В конце снова эллипс, который означает завершение алгоритма. Теперь рассмотрим этот алгоритм, записанный программным способом на языке Scratch. Только строить мы будем квадрат со стороной 100 пикселей. Любая программа в Scratch начинается с блока событий. Мы выберем блок, с которого начнется выполнение наших команд. В этом случае мы выберем блок с зеленым флажком. Дальше нам надо опустить перо, чтобы котенок начал рисовать, и выбрать цвет нашего пера. Нажмем на квадратик с цветом, и выберем любой цвет, который нам нравится. Я выберу цвет носика котика. Дальше переходим в блок движения. Мы рисуем квадрат 100 пикселей, поэтому берем блок идти 10 шагов, и 10 меняем на 100. После того, как котик пройдет 100 шагов, нарисует сторону квадрата 100 шагов, мы повернемся по часовой стрелке на 90 градусов. Снова идти 100 шагов. И снова поворачиваем на 90 градусов по часовой стрелке. Опять используем блок идти 100 шагов. И опять поворачиваем на 90 градусов. И последнее действие в этой программе — это снова идти 100 шагов. Четвертую сторону завершаем. Вот мы с вами составили программу, которая должна у нас нарисовать квадрат черного цвета. Давайте попробуем запустить. Нажимаем на зеленый флажок. Как мы видим, котенок справился со своим заданием, которое было написано в программе Scratch. В продолжение нашего урока составьте блок-схему к линейному алгоритму рисования прямоугольника.